Как играть на ложках. Да. Там где-то меня подставили, где-то что-то. В чай, в воду берите, пряники берите. Это сильнейший поступок, и мне кажется, никто его больше не совершит. Жигули, гараж и дача. 12 лет мы душа в душу с ним прожили, и мы сейчас с ним будем расставаться. Будут ли козы или коровы, у меня не знаю, но... Танцы. Танцы. Мне наоборот хочется вот какой-то простоты. Жена дома на руках стирает, а он на лэнде и едет, блин. Следующий уровень – это половниками. Половниками. Пришлось все потерять. Не могу тебе доказать, что у тебя этот бизнес здесь не пойдет, но он не пойдет. Были ли в жизни какие-то мечты? Что были за мечты? И насколько удалось реализовать? Ты знаешь, наверное, у каждого человека в определенном возрасте есть свои мечты. Когда я был маленьким, мне было лет пять, я мечтал о велосипеде с толстыми колесами. Да. Потом что-то одно, потом машины. Мне уже было там 18 лет, я там получил права, и вот машины там или мотоцикл. Наверное, на каждом этапе есть. И что-то реализуется, что-то нет, но главное скажу на сегодня. Ага. Она есть у меня мечта. Так. Вот такая. Озвучите или... Вот, конечно, озвучу. Конечно, озвучу. Я живу последние годы уже этим, в осознании в это. Я мечтаю на каком-то куске земли, не знаю, один гектар или два, чтобы жили все мои близкие люди. Близкие какие-то родственники, кто может. Близкие друзья. И вот, ну, это будет, я не знаю, это громко сказано, наверное, какая-то небольшая коммуна, что ли. Возможно, это будет как-то связано с каким-то фермистом. Мы же стареем, нет, уже пошел, уже, ну, 59 разменял, уже 60, а дальше будет еще как-то это. Ближе к земле, ближе, может быть, к чему-то. И вот очень хочется старость встречать, как это в той книге написано было. Помнишь, я говорил, с кем бы вы хотели встретить старость? С детьми или с друзьями? Дети, вот поверьте, дети разъедутся. Разъедутся, у них своя жизнь, свои какие-то взгляды, проблемы. Вот, а друзья, которые будут рядом, и вот я мечтаю вот... Собрать. Как-то подсобрать, ну, пока это вот... А вы же у себя в Сочи там кого-то уже подсобрали, там, кто-то у вас из Сибиряков-то, соседей. Я хоть и говорю, что я приблизительно знаю, как это работает, что чем ты вот дольше вот это монетизируешь, туда вот посыл делаешь, оно как-то само... И вот сейчас что-то образуется в Сочи. Вот сейчас мой друг приехал из Сустилимска, приехал Николай, он там будет брать участок земли, и уже на одного друга ближе, больше. Вот, я не знаю, я вижу свою старость, то есть, ну, как бы, наверное, в Сочи где-то я буду и встречать ее. Не знаю. В Сочи хорошо. Будут ли козы или коровы у меня, не знаю, но, возможно, какой-то участок, если возьмем, и какие-то... У меня есть друг, Андрюшка, он в Ногинске живет, он любит коз. У него есть козы и это... Ну, вот такая мечта есть. Она какая-то не очень, может быть, сбыточная. Это же очень сложно людей вот так вот совместить. Это же и материально, и... Ну, а с другой стороны, то есть, если вы где-то возьмете, условно, большой участок взяли и постепенно подтягивать. Готов, вот как раз кусочек земли давай... Вот, в принципе... Ну, кто, кому срезонирует, тот подтянется под это дело. Вот, в принципе, вот это как бы я и закладываю, что какую-то часть, основную материальную, я вот готов взять на себя. Ну, тот же участок земли, а люди уже там, продав свои какие-то... Продав какие-то свои объекты недвижимости, будут вкладываться в строительство. Потому что без этого никак. Должен кто-то один вот начинать это организовывать. Ну, вот как вы же только что сказали, не ждите соседей. Взяли чайник, пошли, так и здесь. Ну, да, ну и друзья мои знают, мы на эту тему разговариваем. И я уже эти проекты... Более того, мы еще лет, наверное, 10 назад или сколько у нас были попытки переехать там в 3-4 семьи, переехать в Сочи, взять там соток 30. Ну, как-то вот были такие попытки, мысли. С возрастом все приходит, осознание. И вот все мои друзья, они также моего возраста потихонечку подходят к этому. Ну и классно было бы вот так вот. Где-то вместе вот и в баню пошли, в карты поиграли. Андрей, вы не на Роллс-Ройсе. Почему? Машины, вы же рассказывали в прошлый раз, что одно время вы машины любили. Вишневая кто у вас была? Вишневой кто-то... Не-не-не, машины, да. Ну, одна из самых таких машин, которые меня прям... Да нет, каждая машина была по-своему. И первая Жигулия копейка была, потом там шестерка, восьмерка, девятка черная. Номера до сих пор помню 37-37, черная девятка. Багажники стояли, раньше магнитола была Sharp с такими большими колонками. Сзади мне их потом своровали. А потом уже Вольво, это все, это уже просто мечта мечты. Все это, наверное, на каком-то этапе жизни проходит. Но когда ты... Я не знаю, у меня какой-то особенный взгляд на все эти вещи. Я как-то вот, не знаю, уже давно это все переиграл, перегорел. И мне, наоборот, хочется какой-то простоты. И если я еду там на какой-то дорогой машине, там, не знаю, пусть это будет Рейндж-Ровер или Гелендваген, как вот был. Я прям, не знаю, я не я. Вот я не Андрюха. Я такой Андрей Валентинович такой, да, Гелендваген, все там. Тебе там в окно все вот так пальцем показывают. О, все это. А мне прям, я не могу. Вот меня вот, ну не я, не я. Как только я сажусь в какую-нибудь простую машину, ну, более-менее простую относительно, люди там неправильно поймут, может быть. Ну, все равно относительно тех машин, которые были, я прям вот, прям Андрюха. Вот в этой машине я Андрюха. А эта машина вообще, она просто, вообще правильная машина, я считаю. Вот минивэн, это вот самая правильная машина. Почему? Путешествие. Она же, во-первых, она очень удобная в посадке. Боковые двери, посмотри, вот покажи, пожалуйста, как они открываются. Покажи, какие капитанские кресла. Это же кайф. Это же кайф сидеть на таком кресле и ехать куда-нибудь в Сочи. Да и даже по городу прекрасно ехать. Дальше третий ряд сидений, пожалуйста, посадил туда, внуков там, все. Она и для семьи, и для друзей. Мы вот с друзьями путешествуем. Я люблю минивэны, потому что на них вот просто вот она просится, вези меня куда-нибудь, вези куда-нибудь. Поэтому вот минивэн вот для меня на сегодня, она как бы на машину номер один. Вот, и я вот сейчас вот обновил немного, вот взял хорошую версию такую. В общем, в более таких простых машинах я себя лучше ощущаю. Не знаю, вот Николай, как бы это странно может быть. Люди, то есть вот мне нравится общаться с простыми людьми, потому что там какая-то жизнь в них, и есть как-то вот что-то, вот я не знаю, это. В общем, у меня своя философия, не все могут понять. Что, поехали обед посмотрим? Поехали, да. История вот этого Куркина переезда, вот, мне удалось вот приобрести тонхаус мой у Царства Небесного Николая Караченцева. Да? Да, такой, ну, здесь вообще история многих домов, там, вот сейчас за поворотиком будет домик Марк Захаров, там сейчас дочка живет Александра, там Александр Абдулов владелец был, но он там не жил. Они вообще не жили здесь, а, видать, в какой-то момент приобрели, а Марк Захаров остался здесь жить, они же все ленкомовцы. А потом, вот, ну, видать, продали, вот. Тут олимпийские чемпионы есть, там, в общем, много интересных людей, так вот сразу как бы не расскажешь. Ну, это, и я в какой-то момент, когда приехал, ну, парень из Сибири, вот, столько известных людей интересных, думаю, блин, как классно, блин, вот бы сейчас вот со всеми познакомиться. Ну, все же мечтают, там, в Москве нужны связи какие-то, там, все это, думаю. А мне просто интерес был, мне связи вроде как не нужны так вот, чтобы вопросы какие-то решать. Ну, тем не менее, интересно же, здорово. Я думаю, как бы так вот всех собрать в одну кучу, в один день и познакомиться, вот, со всеми. Ага. И у меня возникла идея, а сделаю-ка я такой праздник и назову его День Соседа. И вот, например, там, 5 сентября, когда уже с отпусков все вернутся, я найму, ну, то есть оплачу какую-то анимацию, то есть там шашлыки, музыка, какие-то игры, раздам каждому пригласительный. Да. Что-то прям 5 сентября в 12 часов дня у нас там теннисные корты, в основном там все собираются. Состоится День Соседа. Игры, пляски, ну, и мы все так вот раз в год будем встречаться. Так. Я готов был там порядка 100 тысяч, обошлось бы это. Но, ты знаешь, пока я делал ремонт 5 месяцев в Танхаусе, за это время общался, я понял, что особо как-то вот... Не сильно. Люди подзакрыты, да, и как-то сразу это не зайдет. Надо пожить, прижиться. Прошло 17 лет. Так. Организовали? А я же телец, я же телец, и как бы я такой, знаешь, вот, поставлю цель добиваться это. И вот буквально мы недавно вопрос этот затронули, и как-то вот у меня опять вдохновение пришло, я уже с соседями многими знаком, говорю, вот так и так. Ага. Все люди все равно необычные люди, только надо первому шаг сделать, навстречу. Это, кстати, вот поучительно, что вот если вы куда-то переехали, не ждите, когда вас пригласят на чай. Берите чайник свой в чай, воду берите, пряники берите. Идите сами в гости. Идите в гости и говорите, что да, это... Ну, это я условно, ну, конечно, к себе надо приглашать. Ну, организовали? День соседки сделали? Мы вот наметили на этот сентябрь. А, то есть будет, да? Вот на этот сентябрь. Ага. Очень. Ну, это же самая такая болезненная история. Смена картинок, вот это все. Я как-то пробовал считать, сколько времени я могу без выезда. Две недели. Вот, черт, ну, две недели, и мне все. Мне вот как-то не сидится, я как тот дальнобойщик. Мне надо куда-то что-то увидеть, с кем-то пообщаться. А она у меня жизнь так вся и была, вот, когда я бизнесом занимался. Командировки какие-то, за товаром едешь, и вот это все вот постоянно. Вот. Ну, и это же дает познавательность какую-то. Ты же что-то видишь, подсматриваешь, подслушиваешь, внедряешь это все. Это очень важная вещь. Ну, не у всех получается. Здесь, конечно, и деньги, и время нужно для этого. Куда последние разы ездили? Какие у вас самые такие запомнившиеся путешествия в последнее время? Я скажу так. Пять лет я уже не езжу за границу. Вот я как-то вот все по России, что-то... Ну, во-первых, меня дача постоянно не отпускает. Я прям обожаю. Вот только приехали, своим ходом ездили. Там тещу перевозили. Сейчас вот дети в июне приедут. Все, заезжаем туда. А так, близлежащие, вот мы там с друзьями поехали на Эльбрус. Все, сели. Отсюда или из Сочи? Прямо отсюда, прямо отсюда. Едем в Пятигорск, Эльбрус, все это вот туда-сюда. Потом выворачиваем, едем на Сочи. Тут такие мероприятия. Я сейчас все больше люблю все-таки это совмещать с друзьями. Вот как бы мы уже наездились, уже так по-семейному, вот там поехали отдохнем там в Эмираты, в Турцию, это все семью. Ну, приехал, ну, отель, ну, море, ну, опять шведский стол. Блин, ну, не с кем разделить эту радость все. А с друзьями, ну, это же просто это вот. А как мы на Кубу ездили? Как вы на Кубу ездили? Три семью, да что ты. А еще если с друзьями, они и выпить любят, и повеселиться, ну, это просто, там все кубинцы вокруг нас собирались. А еще когда, а кубинцы же веселый народ, они же все там на Маракасах, там они в это. А я, блин, достаю свои ложки, и как на ложках, давай им отстукивать. Заценили кубинцы? Там весь ресторан собрался. Кубинцы вообще в шоке, там, давай фотографироваться. Вот еще следующий объект. Тут у меня уже, там, 12 лет, мужские стрижки, аптека, оптика, там, пивной бар, там, 300 квадратов. Ну, и практически бессмерно сидят все. Я уже научился, научился, как бы, на начальном этапе, то, что ты с собственником уже начинаешь, ну, заключать длительное соглашение. 10 лет это все-таки, ну, представляешь, ну, это же срок большой. Вот. И тебе с этим человеком нужно прожить, и, значит, его нужно изучить. То же самое и арендатора. Кого попало, я уже не пускаю. Бывает, даже отказываю. Люди даже обижаются. Вам какая разница? Я буду платить аренду. Я говорю, слушай, ну, вот, не могу тебе доказать, что у тебя этот бизнес здесь не пойдет. Но он не пойдет. Ты просто вот зря потеряешь время, и деньги, и аренду ты будешь платить. Ну, ты ничего не заработаешь. А мне придется, там, через те же, там, три месяца или полгода искать какого-то нового арендатора. Ну, зачем мне это нужно? Вот. Поэтому тоже здесь я уже вижу, кого можно взять. Лучше я подожду, но возьму какого-то качества, на который сядет, и надолго... Вот. Мы с ним проживем эту жизнь. Как вы находите ключевых партнеров в бизнесе? Как таковых партнеров для бизнеса, вот прям, чтобы вместе что-то делать, я уже давно вроде как не ищу. Я вообще, как бы, в большей степени такой волк-одиночка больше. Вот. Я всегда сам на себя рассчитываю. И вот, вот, есть у меня жена-партнер, интеллект в это, и как-то у нее интуиция, и все. У нее, кстати, в дате рождения две семерки. Да? Да, в это. Удачи много. Удачи, да, удачи есть, и в это. И как-то вот я всегда ее мнение прислушиваюсь в это. И вот таких проектов совместных у меня уже давно и как-то вот ни с кем не было. Ага. Но есть партнеры по совместных каких-то инвестиционных проектах где-то. Вот. Ну, здесь... А что в людях больше всего цените? Вот, когда вы с кем-то работаете, ну, или просто имеете отношение? Вот что вы, на что обращаете внимание? Ты знаешь, это уже интуитивно проходит. Вот ты начинаешь общаться с человеком, и вот чувствуешь вот какое-то тепло, открытость, это и взгляд, это и рука, влажная она, мягкая, твердая. И вот эти первые позывы, вот как и в психологии написано, что вот, по-моему, первые несколько секунд даются для того, чтобы прочувствовать человека. Вот вот зашел человек, и все, вы его раз, и заговорил, и все, вы уже чувствуете, начинаете энергетику его. Вот. И у меня всегда это проходит вот как-то сразу на сближении. Ты же сразу не поймешь, насколько он порядочный, что, чего это. Если это, опять же, люди из новой среды. Ну, да. Не твой друг, которого ты знаешь еще со школы. Но дальше во всем мне как бы важна порядочность, потому что, наверное, это все я зеркалью. Вот я какой сам, я вроде как этого и жду от партнера в это. Какая-то открытость, честность в это. Больше открытости. Часто вот люди завуалированно начинают разговаривать как-то о своих даже личных проблемах или еще что-то. Ты начинаешь это чувствовать, и уже все, уже как-то вот. Может, все равно там и некомфортно ему об этом говорить. Но какая-то закрытость, она вот меня уже начинает настораживать. Андрей, вот если бы не надо было работать, чем бы занимались? Вот как бы вопрос денег, но он и так, наверное, у вас уже почти все, почти решен. То чем бы занимались? Или и так это у вас уже есть? Вот чем занимаетесь, как бы если не надо работать? Так. Ну, ради денег, по крайней мере. Ты имеешь в виду, что вот вы в нынешнем положении. Да, вот сейчас, да. То есть вам как бы вопрос денег полностью решен. Идет пассивный доход, вопрос решен. Да, вот чем бы вы занимались? Чем бы занимался? Не то, что занимался. Я пробовал. Ага. Пробовал вообще не работать и просто, ну, что... Градируешь, наверное, да? Первое, что приходит на мысль, это путешествовать. А, путешествовать. Все люди начинают путешествовать. Да, да, да. Пробовали. Не помогло? У меня вообще больше двух недель я не могу находиться вот в зоне отдыха. Вот, ну, никак не могу вот я в это, чтобы вот прям две недели ничего не делать в это. Вот. Может, кому-то это покажется, что это, да, болезненно. Мы не будем показывать, но номер три восьмерки тут просто идем. Может, кому-то покажется болезненно это все, что человек это. Но есть дозирование, то есть я не работаю, как это раньше было в той жизни, там, с утра до вечера, там, и коллективы, собрания, планерки, все это. Вот. Но что-то, с кем-то общаться на какие-то темы, имеется в виду финансовые или какие-то, вот, все равно приходится, хочется прямо вот напрашиваться. Ага. Вот. Поэтому я пробовал уже вообще не работать, ничего не производить. Ну, и самое главное, ты же это делаешь уже даже не ради денег, чтобы еще больше, а сам процесс, все равно какую-то пользу кому-то несешь в это, своим каким-то внедрением в какой-то проект или еще что-то. Вот. Ну, и сейчас вот мне нравится обучение. Ну, это же миссия хорошая. Конечно. Да. Миссия хорошая, то есть дать возможность людям в это, и как я могу не дать, то есть я, ну, по крайней мере, если свою самооценку сказать, что, ну, достойный учитель, что ли, наверное, потому что вот эти 10 тысяч часов, как там написано. Да, да, угладывало, да, что 10 тысяч полетных часов, чтобы стать мастером в теме. Да. А если на годы это перевести, то, по-моему, 6 или 7 лет. Ну, что-то, да. А тут 16 лет, ну, куда еще это? Хотя я до сих пор продолжаю учиться, и я уже говорил пример, что вот последних даже два объекта меня некоторым вещам еще научили чему-то. Ну, было бы здорово вот это, передать кому-то, несмотря на создание самому же конкуренции. Ну, у меня почему-то нету такого вот, что вот прямо, эх, никого не буду, потому что самому мало. Да что там мало, блин? Помнишь, как в той книге «Вторая вершина»? Да. Да? Человеку дается две вершины. По одной поднимаемся, берем все от жизни, а по второй спускаемся. Ну, сколько можно брать-то отсюда уже? Надо чуть-чуть и раздать, и людям помочь, и это. Поэтому пускай пробуют, каждый создаст свой объект и будет получать вот свой пассивный доход. Согласен. Андрей, еду и все, снимаю, снимаю, снимаю ваши восьмерки. Вы даже мне сказали, что сегодня встречаемся 17-го числа, вот мы 17-го записываем, потому что 1 плюс 7 равно 8. Ой, сейчас разложу эти восьмерки, прямо вот обалдеешь. Так, давайте. Сам обалдеешь. Вот смотри, мы же специально с тобой, вот ты просто попросил, Андрей, есть у вас время? Да. Я говорю, ну давай, вот есть время. Завтра у меня занято будет, у меня друзья, день рождения, сегодня есть время. И вот сегодня ты приехал, какое число сегодня? 17-е. 17-е. У нумерологов, чтобы ты понимал, у них цифры не просто вот 17, а складываются. Вот. 17, 1 плюс 7, какая цифра получается? 8. 8. Так. А юбилейный, не юбилейный, извиняюсь, день рождения твоего клуба, и я там приглашен выступать, какого числа? Да, 8-го числа, кстати, друзья, 8-го июня. Так, 8-го июня. Если вдруг сможете, присоединяйтесь в Москве. Так, 8-го. И все это в какой год происходит, а, Николашенька? Погодите, 2024. А, надо снова сложить. 4 плюс 2 плюс 2, и снова 8. Да, складывайте, этот год, это год восьмерки, и он кармичный. Я там не могу сказать, что прям кому, что это даст год, это сами прочитайте, где-то почитайте, может быть, в это. Но я точно знаю, что этот год очень такой весомый, и все это восьмерка. Вот ты представляешь? А в восьмерке какой-то магический знак, да, или что? Восьмерка. Восьмерка, она сама по себе, она очень много чего притягивает хорошего. Вот, если семерка отвечает за удачу, я сейчас, ну, может быть, не совсем профессионально могу так вот рассказать, потому что у меня супруга больше занимается этим. Вот, семерка за удачу отвечает. Если в дате рождения есть одна семерка или две, то, ну, человеку всегда будет вести. А восьмерка, вот, а восьмерка, она просто вот притягивает. У меня вот, вот даже машина, вот, если номер снимешь мой, ну, здесь... Три восьмерки. Нет, 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 нет. Я как бы уже не играю в эти номера, все это. Это, ну, я покупал машину и обычно в ГАИ ставил на учет, и мне дали номер 282. И туда приклеилась как-то восьмерка, вот. Поэтому, знаете, в нашей жизни это все игра, мы же играемся и как бы и в машинки, и в дома, и все это, вот. Но цифры, они как-то, несмотря на то, что... Вот у меня почта, восемь восьмерок, например, восемь восьмерок. Вот, ну, просто вот решил так и это. Все, что туда приходит, превращается в деньги. Деньги превращаются, и все это, вот. Рекламный телефон у меня с многочисленными восьмерками, вот. Ну, это такая вот своя какая-то философия, но, тем не менее... Дом восьмерки построили. Вот это вообще будет. Ну, вот такая вот значимая дата у нас, вот, видишь, вот так вот села. Что поменялось, Андрей, вот за последние мы с вами два с половиной года прошло, как вот мы с вами здесь снимали. За это время, что можете отметить? Как поменялись арендаторы, либо арендодатели, у кого вы арендуете, либо, ну, что изменилось? Или вообще вот все так же, как и было? С последнего начнем. Арендодатели ничего не изменилось. Они живут своей жизнью, работают, зарабатывают, покупают новые помещения, периодически звонят мне, предлагают что-то. Андрей, вот я очередной объект купил, как ты рассмотришь, нет. Вот, я стараюсь их не беспокоить. Вовремя плачу аренду. Плачу, ухаживаю за помещением. Плачу аренду прям день в день. У меня там первого числа, вот, я собственником плачу. И там до пятого, до десятого числа собираю с арендаторов. Это бухгалтер отслеживает, да, наверное, процесс? Да, да, отслеживает, бухгалтер, да. И как-то вот никаких вообще ни конфликтов, ни... Ну, буквально вот недавно мы сейчас один объект проедем. Вот у меня там один собственник, Михаил, он в Америке живет. Вот, 12 лет я у него арендовал, и он надумал продать помещение. Конечно же, в первую очередь он мне предложил, но меня по стоимости не устроило. И как бы, то есть, не мой формат. И мы сейчас с ним будем расставаться с этим объектом. Уже вот люди ищут уже... Ну, он заранее предупредил за два месяца меня. Вот, и минус один объект будет. Ну, 12 лет. 12 лет мы душа в душу с ним прожили. Вот, там, 270 квадратов. Да, а арендаторы тут что-то? Есть ли изменения какие-то? Так, помещение вот у нас было два... А вот бильярд, помню, бильярд ваш был. Бильярд, бильярд он... Не живой уже, да, или живой? Нет, он живой, он живой. Но эта история бильярда как раз языком 90-х кидок был, кидок. Кинули меня. Собственник с арендатором кинул. Решили, как говорится, убрать меня и... Как лишний звено, да? Да. А вот это частая мысль и идея у людей в комментариях, что... А зачем вы нужны? Вот без вас они договорятся напрямую, вот как вы сами говорите, и будут кидать раз за разом. Или так не происходит? И почему не происходит? Уже после того, когда я посадил арендаторов, да, и собственник, ты имеешь в виду, видит, что у меня хорошие арендаторы... Да, да, и думает, я напрямую лучше. И дай-ка я с ним расторгну. Дай-ка я с ним расторгну. Либо сейчас в процессе этого срока, либо по окончанию. То есть, ну, когда заканчивается договор, там, у меня сейчас чаще всего договора 10-летние, вот. Но есть еще договора, которые, там, 7 лет, 5 лет я уже не заключаю. Как-то маловато. Вот если уж браться так серьезно и надолго. За вот этот период, ни разу, вот за эти 16 лет, ни одного, не знаю, то ли люди порядочные... Кстати, не то, что порядочные. Я знаю, как на начальном этапе изучить собственника. Насколько он человек порядочный. Не жмот, так скажем, чтобы он тебя вот так вот выкручивал индексацией там или еще что-то. И как это изучить? У меня как-то получается, пообщавшись с человеком, сразу это увидеть. Я даже не знаю, это не передашь вот так вот словами, это интуитивно. То ли, может, с учетом моего возраста, с учетом моего опыта. Я просто общаюсь с человеком, в глаза смотрю, жму руку и все понимаю дальше. А может быть, это какие-то вопросы, вот 2-3 вопросы, которые наиболее характерно вам показывает человек? Вообще правильно, ты мне, как говорится, посыл даешь. Изначально, когда я звоню, я представляю, что я буду брать у вас помещение на длительный срок, буду сдавать его в субаренду. И тут я прямо провоцирую этот вопрос, чтобы услышать, как он отреагирует. Если он говорит, да, без проблем, субаренду. Он понимает, что я буду делить и еще и зарабатывать. То есть я у него возьму это помещение за его деньги и еще буду зарабатывать. То есть вы это даже не скрываете, а сразу говорите. Я провоцирую специально этот вопрос, чтобы он мне ответил. И потом я даже говорю, скажите, Сергей Сергеевич, а вы сами не хотели бы так сделать? Ведь вы же больше заработаете и, кстати, быстрее сдадите. Ой, нет, Андрей, у меня других проблем хватает. Вот 90% ответа, 99. Именно вот таких людей, которые не хотят заморачиваться этим. То есть все, у них... То есть они как-то паркуют деньги туда, да, и не хотят напрягаться. Да, да, да. Я вот и говорил уже до этого, что две категории собственников. Одни покупают недвижимость, чтобы пенсию себе зарабатывать. Возможно, это одно помещение, какие-нибудь там 100 квадратов или 200. Вот они их там в ипотеку взяли или накопили, купили. И для них это очень важно. Они будут, может быть, выжимать все. Хотя среди них тоже есть у меня клиенты. А вторая категория собственников – это люди состоятельные. Их задача не то, что вот как бы не зарабатывать. Сохранить, припарковать и отдать, чтобы кто-то вот много лет занимался это. Ну, вот так вот, 16 лет, и таких людей много. И сейчас как-то все больше и больше. Сейчас вообще упор пошел на коммерческую недвижимость, в отличие от жилой. Люди распознали, что вот даже стоимость за квадратный метр, она почти уже сравнялась с жилой. Раньше вообще меньше, вот даже вот по Куркиной, я помню, там, если квартира стоила 200-250 тысяч за квадратный метр. А коммерческая, я помню, я даже брал там 150-180 тысяч. Сейчас как-то более-менее выровнялась, но при покупке коммерции ты сдаешь-то ее дальше. А ваш объект, да? Нет? Да, здесь… Вот это ваш, да? Да, да, да. Какой он большой? Здесь самокат, здесь 240 квадратов. И все один арендатор. И все один арендатор, да, это. Вот, ну, здесь я так скажу, математика. Если сдавать все целиком одному арендатору, многого вы не накрутите. Но зато получите… Просто и стабильно, да, наверное. Просто стабильно, не в это, и надежно. Ну, главное, естественно, это должен быть сетевик. Вот. Вот там объект у меня, там у меня хостел, где окна. Ресечина, да? Да. Вот объект, вот дверь, вот две стеклянные двери. Там у меня 300 квадратов в два этажа. Цокольный этаж, там услуги все сидят. Помещение, которое находится… Причем это даже не первая линия, да? Это во дворе, и все равно такое тоже можно с таким работать. Все эти дворовые вещи, я их называю второй линией, они очень хорошо идут под услуги, под образование, под медицину, под фитнес, какие-то игровые дела. То есть им не нужна первая линия, чтобы была вывеска, как вот у булочной. Они все работают через социальные сети. Инстаграмы, телеграммы, ну, в общем, как бы это. Очень много индустрии красоты. То есть девочки, которые ногти пилят, там ноги бреют, там косметология, все. И у них это, как правило, 10, 20, 30 квадратов. И там вот у меня 14 кабинетов, все сидят. Как-то поменялись арендаторы? Вот вы говорите, арендодатели все так же. Арендаторы, спрос, может быть, на что-то стал больше, на что-то меньше? Вот помещение, там конспарк. Тоже ваше, да? Да, 200 квадратов. Где арендаторы вот такие цельные, сетевые, они как-то вот сидят и сидят. Сидят и сидят, и у нас как-то по индексации получается. И собственник меня не давит каждый год по индексации. И я, вот мы проехали овощи, фрукты, улица вкуса. Вот они у меня уже сколько, 10 лет сидят. Вот, 10 или даже чуть побольше, это побольше, по-моему. Дальше вот помещение икорный дом, пельмешки, вот. Тоже уже... Тоже ваше, да? Да, много лет. То есть вы все Куркино подняли? Улыбка радуги, мое. Вот справа магазин мяснов. Но с мясновым мы вот как бы расстались, потому что и собственник захотел продать. И меня тоже цена не устроила. По какой цене продают собственники, вот относительно ставки аренды? Вот какой коэффициент сейчас? Так. Там 10 арендных ставок или больше, меньше? Ой, я тут как-то даже не сумею тебе ответить этими арендными ставками. Я тебе скажу за квадратный метр. Вот помещение сейчас Родионовское 2, площадь 280 квадратов, стоимость, по-моему, 48 миллионов. А приносит оно сколько? А приносит оно, ну вот я собирал там с него там грубо около 500 тысяч. 500 тысяч там собственников платил. Ну для меня такая история уже неинтересна. Я вот, если говорить о покупке недвижимости, то я сейчас вот сейчас буквально вот в тендере буду участвовать. Интересное предложение. 400 квадратов. За квадратный метр 125 тысяч. Ну это тендерные дела. Я еще не знаю, до какого дойду. То есть на сегодня это помещение стоит там 49 миллионов. Вот. Да? Но в том районе ставка за помещение минимум 300. В том, где районе я вот это буду помещение покупать. Вот такие интересные вещи. Ну и я сейчас думаю, многие эти проекты знают, что вот следующее помещение, барбер, там у меня 146 квадратов. С этой стороны барбер, с той стороны у меня зоомагазин. Вот так вот совпало, что я заехал в этот район и все пустое было. Я даже еще как-то сомневался. Слушай, столько помещений много. Наверное, никому не нужно. Вот та же самая история сейчас во всех ЖК. Вот обратите внимание, застроился ЖК, все пустое. Единственное, что вот сетевики там, типа Пятерочек, они очень быстро заезжают. Еще людям ключи не раздали, они уже открываются там практически. Да, сейчас как-то вот оживилось это все. Какова роль жены? Насколько важно мужчине правильно жениться? Сейчас, знаете, разные разговоры идут. Я даже как-то и тему затрагивал. И много тех, кто говорит, не-не, какой жениться? Разведешься, все потеряешь. Разводов растет число. Лучше одному быть проще. Вот что скажете? Блин, сложный вопрос. Вот на сегодня это действительно сложный вопрос. Если тогда были советские времена, и я из простой семьи, она из простой семьи. Как-то особо никто не выпячивался. Хотя состоятельная семья считалась, если у тебя есть Жигули, гараж и дача. У моих родителей этого не было. Мы жили в однокомнатной квартире. У нее там у отца москвич был. Но, тем не менее, сейчас это все меркантильно. Это так вот все как-то, не знаю, наверное, люди друг на друга смотрят. Ага, на какой машине, наверное, как, что. Ну, сложно. Совет какой-то дать, даже не знаю, что-то это. То ли вот надо это сердце, душой чувствовать. Я вот никогда даже, мне кажется, затрудняюсь посоветовать что-то. В любом случае, наверное, вот материальные вещи, это на сегодня самый такой один из важных вопросов в семье. Если мужик мало зарабатывает и не может содержать семью, жена, наверное, будет не очень довольна, что ли, это как-то вот в это. Если, наоборот, много зарабатывает, но при этом жена расточительна, наверное, тоже это не совсем правильно. Мне как-то вот с моей повезло, она у меня, ну, нет такого, что пойду-ка еще там шубенку прикуплю себе в это. Мы все садимся, обсуждаем, нужна ли нам эта такая дорогостоящая покупка, что она нам принесет и так далее. Ну, и она у меня такая, девчонка, это, правильная. Мы оба как-то подошли. Вот здесь у нас пазлы сошлись, что вот в материальных ценностях. Андрей, мы все про успехи ваши говорим. Какие самые большие неудачи и провалы были? И чему они вас научили? Потому что обычно же не просто так приходят какие-то проблемы, а чтобы как-то у нас поменять. Понял. Самая большая неудача и потеря денег, это был как раз опыт 90-х. В 90-м я вроде как начал заниматься бизнесом, открыл магазин, назывался он «Гном». Три года я работал, наслаждался жизнью, и был такой крутой взлет. Так. А после него было крутое падение. Почему? 94-й год, там разные истории. Тогда же времена были криминальные такие, и там где-то меня подставили, где-то что-то, и, в общем, пришлось все потерять. Ну, кроме семьи и квартиры, в которой я жил. Ни машины, ни бизнеса ничего не оказалось. Это был самый такой стресс, и в этот момент первая какая оценка? Первая оценка – это твоя вторая половина. Моя Ирка, как она себя поведет. То есть, ну, неудачников мужиков, как бы, может быть, там, некоторые жены и не очень приветствуют, мол, типа, ты неудачник и это. Моя подставила мне и плечо, и спину, и как-то, и морально, и физически. Она даже там, даже был момент, где она чуть больше зарабатывала, чем я, там, занимаясь чем-то в этом. Второе – это друзья. Ты начинаешь их оценивать. Ага, там кто-нибудь поможет чем-нибудь. Там, Серега, ну, помнишь же, мы же с тобой там бухали, блин, все, гуляли вместе. Слушай, ну, чуть-чуть там перехватить надо где-то что-то. У Сереги там какие-то свои проблемы, там, у Васьки свои проблемы. Да ёлки-палки, блин, вы же рядом со мной были, мы же все, все друзья на моей Вольво катались и все. Я не скажу, что все это, но были ряд людей, которых пришлось как-то вот пересмотреть. Это вот, ну, это так же и в книжках пишут все это. Вот, когда у тебя вроде все есть, вокруг тебя люди, а потом вроде отфильтровываются. Вот. Потом самая главная ценность к деньгам. Ты молодой, тебе 25 лет, ты не, ну, как бы, не ожидал такого потока денег, и кажется, жизнь, все, она удалась. Удалась, понеслась, ребята, понеслась, нифига, блин. Деньги – это энергия, это живая, чистой воды живая энергия. Энергия очень сильная. К ним нужно уважительно относиться, их нужно аккуратно даже в кошельки складывать, не раскидываться налево-направо там в это. Ну, про деньги – это отдельная философия. И я стал как-то более внимательно относиться, покупать какие-то вещи, которые там не просто для удовольствия, там, вот, как это, Вольво была, это, а как-то разумно, и, вот. Ну, в общем, там, у меня ценности другие были, там, сначала все в дом, у меня даже, я помню, там, делал ремонт, евроремонт, 94-95 год. 95-й, да, я там с Москвы притащил в ванну джакузи, она стоила дороже, чем машина, ну, это было джакузи. Кстати, бестолковая вещь вообще абсолютно. А внизу у меня стояла простая Toyota Corolla, праворукая, на рессорах, простенькая машина, потому что она была рабочая, в ней в лес можно было ящики возить, и все, наоборот, поменялось. Вот, то есть машина, это уже был не приоритет, хотя многие тогда покупали ланграузеры, жена дома на руках стирает, а он на лэнде едет, блин, мол, типа, я еду на переговоры, значит, там, дела решать. Вот для многих это был статус. Андрей, я хотел в завершении уйти не с пустыми руками, а научиться у вас вашему секрету, как играть на ложках. Да, и вот одна из тем, мы, когда будем на празднике организовывать и выступать, я хотел бы вот как раз уже не о деньгах разговаривать, а о той энергии, о той мотивации, которой вот людям не хватает. И немножко я поделюсь, где все-таки добывать эту энергию, как мотивировать себя на что-то, ну и как все-таки вот дожить до такого возраста, более-менее как-то так это, сохранив все свои внешние данные. 8 июня присоединяйтесь в Москве, день рождения клуба «Финанс-1», Андрей будет у нас. И вот один из способов получения этой энергии – это танцы. Хорошо, давай. Здесь же вот так у нас татуировочка-то и говорит, вот видите, танцующий человек, перестают танцевать не потому, что стареют, стареют потому, что перестают танцевать. Танцуйте, ребята. Так, наверное, надо снять эти микрофончики, а то они у нас отвалятся. Давайте сначала покажите вы, а потом попробуйте меня. Если я осилю сей сложный навык. Так, даю тебе ложки. Давайте. Давайте сначала вы пример покажете. Вот смотри. Взял, да, все. Взял. Нет, наоборот, рука сверху. Ага. Сверху. Вот. Чуть-чуть даже сверху вот так его можешь ловить. Не жди вот так вот, а чуть-чуть. Так, слушай, риф не надо поймать. Как-то я не скид. Непростое занять это. Ничего, ничего, ничего. Вот в конце их держи. Не сюда уводи. Вот здесь не будет в это. А вот подальше, да. Чтобы здесь во-во-во, вот так. Ты сильно зажимаешь здесь? Да нет. Нет, не сильно. Просто так вот это. Свободненько. Ты делаешь рукой движение. А надо кистью. Вот смотри. Видишь, рука на месте. Кисть. И поближе вот эту руку. Ну, вроде повыше стало, да? Да, да. Так, ну что, с музыкой попробуем? Да. Чтоб красиво было. Это, наверное, первый уровень только. Самой нулевой сложности. А если по-настоящему... Да еще и вилки добавить. Нет, нет. Следующий уровень это половниками. Половниками. Ай-яй-яй-яй. Вот так. Только во вкус входишь. И телефон нас отвлекает. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый. Добрый. Вы еще одна миллиона, да, скорее всего? Нет, нет, не занят во внимании. Адрес какой? У нас, знаете, я звонила в Дворно-Челябинске, но я хотела бы, знаете, у вас даже взять с мужем конкурентацию, потому что вы видели ваше вот видео. Так. Мрачковского, Николай, вот, прям смотрели, так за хлеб, хотел вам прям сказать... Сейчас, секунду, как вас зовут? Меня зовут Яна. Яночка, вы просто не представляете. Вот я сейчас... Яна, здравствуйте, меня зовут Николай Мрачковский, вот вы нас поймали одновременно с Андреем. Это чудо просто. Вы представляете? Я тогда сразу хотела бы Андрея и Николаю сказать, вот прям огромное, знаете, спасибо, потому что мы начали... Ну, у меня муж как-то занимался Андреем, а я прямо влилась в этот фото, вот с вами Николай, и я вот глотру, и у нас есть двое детей, и мы прям тоже смотрим, как их правильно обучать этому. Спасибо. Реально, прям большое спасибо. Вот мне даже спрашивали Андреем, да, кого я на соседу, говорю, о, посмотрите, Николай Мрачковского, вот прям очень много полезной информации и полезные видео, куда можно реально посмотреть и остановиться. И реально уже делать первые шипи, так что, блин, здорово. Вот вы представляете, как вы это, ну, и вы попали в историю, в эфир, у нас же будут тысячи смотреть, да, Яночка. Так, у вас длинный вопрос или короткий, может быть, потом перенесем? Да-да-да, конечно, я потом вас перенесу, потому что я хотела узнать, да, куда вас вышли, на мрачах, вот я вам уже желаю мрач, и я тогда и вам перенесу. Да, все, буквально через пару часов, Ян. Хорошо, хорошо, до свидания. А если сможете, давайте мы сразу пригласим вас, если вдруг доберетесь, 8-9 июня, у нас в Москве будет большая встреча. И вот Андрей тоже как раз будет. День рождения клуба. Если соберетесь, приезжайте. Все, хорошо, понимаю, Николай, спасибо огромное. Давайте, ага, давай, созвонимся. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok